Ростислав не первый раз в гостях в моём эфире. После прошлого эфира, Ростислав, было столько вопросов от нашей аудитории, потому что люди писали, самый распространённый вопрос был, неужели это всё правда, неужели настолько падение кремлёвских жителей, обитателей настолько сильно, настолько вообще могут происходить такие истории, которые вы нам описали в прошлом нашем эфире. Описали это как человек, который видел это с близка, как политтехнолог, который работал продолжительное время с топ-чиновниками российскими, кремлёвскими, в том числе с Медведевым, и который уже долгое время находится вне России, и вот сейчас, критикуя и, собственно говоря, давая оценку всему, что происходит, вы можете рассказывать то, что видели собственными глазами, да, изнутри. Вы знаете, ну вот, конечно, я, наверное, ничему уже не удивляюсь, если там, когда мне начинают рассказывать, опять же, вот ваши коллеги, какие-то люди, которые там близки к системе, но, тем не менее, всё равно, кажется, вот не удивляешься, а когда начинаешь, видишь какую-то новость, и начинаешь читать ещё от этой новости лучи, которые расходятся, всё равно немножко так становится, думаешь, да ладно, ну не может быть настолько всё там, настолько, как дна не существует. А, видимо, такие его не существуют, Ростислав. Вот я хочу с вами обсудить, начать нашу программу сегодня с обсуждения самого громкого, свежего скандала, который произошёл в путинском окружении, в ближайшем путинском окружении среди российских военных преступников, а именно скандал с генералом, самым высокопоставленным за вот время широкомасштабного вторжения, это самый такой, наверное, серьёзный скандал, Тимура Иванова, это замминистра обороны, замминистра Шойгу российского, его отстранили от работы, взяли его под арест, спидварту, и обвиняют в многомиллиардных хищениях. Вот все, кто прочитал эту новость, ну вот там подтвердили, что только коррупции, и что это значит. Но я хочу, чтобы мы с вами обсудили не только эту новость, а и, собственно говоря, немножко ближе коснулись личности этого Тимура Иванова, его семьи, его отношений, его способа жизни. И, соответственно, куда верёвочки-то тянутся от него. Поэтому начнём сначала, да? Кто такой Тимур Иванов и почему его задержали? Олеся, вы знаете, когда мы с вами просто разговаривали, когда я вам рассказывал о том, что вот там вот эти люди, они действительно вот такие, как вот этот Тимур Иванов, я видел немножко недоверие в ваших глазах, как бы вы как бы меня так молча укоряли. Но неужели действительно они могут быть настолько вот там извращёнными, настолько странными, настолько неприкрыто вот желающими вот этого своего безумного какого-то богатства, власти? Вот неужели они настолько могут цепляться за всё это? Неужели они могут вести себя так и соглашаться на абсолютно всё, что угодно, на любые унижения, на участие в массовых преступлениях, в массовых убийствах, как сейчас они все участвуют? И я, к сожалению, должен сказать ещё раз, что то, что мы сегодня видим, то, что мы видим сегодня, вот это подтверждение в виде Тимура Иванова, это ещё и очень маленькая часть этого айсберга. Потому что это королевство кривых зеркал, это банда вместо власти, вместо политики, которая узурпировала власть вот в этой вот несчастной стране. Это, в общем-то, знаете, это какие-то люди из кино, на самом деле. Я вот сегодня, готовясь к вашему эфиру, вспоминал какие-то вещи о том, как мне рассказывали ещё про подвиги Шойгу, как они там вместе с этим своим замом Воробьёвым, прям будучи настоящими, в общем-то действующими большими начальниками, министром МЧС и первым замом министра МЧС, как они создавали просто бизнес-империю, вот в виде этого Русского моря. И были там разговоры, я сейчас не могу, конечно, подтвердить их, но это было 20-25 лет назад, что они там этими самолётами МЧС возили вот эту рыбу, которую продавали, якобы на этом состоялась вот эта бизнес-империя, вот этого Шойгу. И когда вот это всё смотришь, ты думаешь, блин, да не может такого быть. Но потом же они пробивают дно, как вы сами сейчас только сказали, дальше, 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 дальше. И потом выясняется, что самолётами российских официальных структур, там, ФСБшники, дипломаты, там, МЧСники, они же возят не только уже рыбу, они же не внушаются уже из Латинской Америки возить различные вещества, которые, я не знаю, можно у вас в эфире вслух произносить или нет. Да. Да, нас Ютуб за это просто банит, мы постоянно под атакой находимся в какой-то ботах фабрике. Ну, в общем-то, да. Ну, в общем, они, понимаете, они превратились в совершенно таких вот потерявших почву под ногами людей, потому что они очень много лет все у власти. У власти очень маленькая группка, на самом деле, людей. Вы посмотрите на этого Шойгу, да. Он пришёл туда лет 25-30 назад. У меня рядом с ним были мои близкие друзья, работали. Работали с ним очень приличные люди рядом. Я не знаю, как вас убедить в том, что, ну, вот его первая пиарщица такая была, Марина Владимировна Рыклина, человек, к которому я с огромным уважением отношусь, ну, она исключительной порядочности, интеллигентный москвич в сотом поколении, которая не то что в массовых убийствах, а которая, ну, я не знаю, мухи не обидит никогда в жизни. И, ну, просто, ну, не знаю, действительно очень порядочный такой, как бы, московский интеллигент. И когда она его брала под своё крыло, вы знаете, она бы не взяла под крыло будущего бандита, грабителя и убийцу. Понимаете, они деградировали за эту четверть века все вместе там. Марина Владимировна-то ушла от него, естественно, когда поняла, куда всё дело покатилось. Ну, уже давно поняла, на самом деле, раньше всех нас. Но рядом остались другие люди. И как бы, да, они вот все вместе, все вместе стали вот как бы вот этими героями, этими героями такого третьесортного голливудского боевика. Да, они все, у них главная задача как можно больше украсть и как можно красивее это потратить. То есть вот это то, как они все живут сейчас там. И вот то, как вёл себя Иванов, я всё к чему подвожу, это, наверное, кажется со стороны странным. Ну, они все там так живут. Понимаете, они все живут там так. Они все вот эти вот симпатичные внешние ребята в очёчках, все в брионе, все взяли. И все такие, знаете, такие с ироничными такими бегающими глазками, которые как бы тебе говорят. Они, кстати, это и вслух говорят, особенно когда выпьют или там ещё что-то сделают. Старичок, мы всё понимаем, да, всё не очень хорошо. Ну, слушай, ну нам-то что? Мы же это не делали. Мы же там внутри находимся. Ну, мы же там как бы оказались. Ну, что теперь нам уйти? Ну, там будет другое на нашем месте. И вот это то, как они всё объясняют это для себя сами. То есть они же изначально все не были, понимаете, вот такими вот действительно упырями. Они в них превратились медленно. И вот это то, как они всегда объясняли, в том числе мне, например. И в какой-то момент, когда я просто встал и ушёл, как будто бы там было такое непонимание, как так. Слушай, ну, всем всё нравится, всех всё устраивает. А ты-то куда? А что не так-то? И вот это вот всё продолжалось довольно долго. Я вижу, у вас какой-то вопрос там созрел. А вот, не, я просто хочу, чтобы мы конкретно на примере сейчас рассмотрели то, что вы в Азагали, да, оценку даёте ситуации. Вот есть этот Тимур Иванов. Как он жил, расскажите. Ну, смотрите, все такие Тимуры Ивановы и этот Тимур не исключение, они жили и всегда, в общем-то, показывали это. То есть это всё на показ в Москве происходит. То есть они не стесняются роскоши, не стесняются богатства. Они все ездят там, у каждого по пять водителей. У каждого там у жены там спортивная машина. Там у каждого, если это вечеринка, то действительно, если там Киркоров не сплясал, то какой ты замминистра. То есть, понимаете, странное дело вроде как, да? То есть я когда начинал их всех обслуживать, я понимаю, что человек всю жизнь на госслужбе, и что он просто сказочно богат. А вот приходишь там снимать какую-то вечеринку, и там просто льётся потоками дорогущее шампанское, там везде чёрная икра, там везде какие-то адолиски, там везде какие-то поп-звёзды. И ты как бы хочешь задать вопрос, старик, а почему, а как? Ну это же видно, ну это же, а если кто-то увидит, а вот здесь сотрудник ФСБ окажется. А сотрудник ФСБ там рядом чёрную укрой ест, шампанским запивает. Вот это то, как они все вместе там жили. Они в какой-то момент превратились, знаете, в такую, как бы, в такую ОПГ, такую итальянского типа, да, когда вот рука руку моет, да, и все вместе обо всём знают, но все вместе молчат, да, то есть потому что в какой-то момент стало известно и понятно, что, собственно, а их главный бандит, он такой же, он живёт так же. Это началось, начали все это понимать тогда, когда было знаменитое выступление Ходорковского, да, когда он начал рассказывать Путину о том, что, слушай, ну а там же причина-то банальная была, он же думал, что сейчас он расскажет Путину, как его сотрудники пытались украсть много денег там в одном месте, да, то есть, ну, по завышенной сильной цене продали, положили в карман откат 300 миллионов долларов. Примерно так думал Ходорковский, сейчас я ему расскажу, он скажет, а, блин, неудобно, да, и начнёт как бы привести себя приличнее. Но по реакции Путина, который тогда был ещё хуже актёришкой, чем сейчас, стало понятно, что Путин-то там вдоль, на самом деле, конкретно в том, в чём как бы рассказывал Ходорковский, Путин там конкретно, он знал всё, и было видно, что он просто как бы заюлил, глазки забегали, и это был первый звоночек. Второй звоночек, потом, когда они, ладно, уже разгромили ЮКОС и приступили к Сибнефти, и вдруг такой гром среди ясного неба, ну, мы все тогда знали все котировки, все, кто были в рынке, все были, кто были внутри, а все понимали, что 13 миллиардов за Сибнефть это какой-то бред, это в 2-3 раза завышенный ценник. И когда его молча отдали, ну, тут всем всё стало понятно, что Путин — это просто, ну, такой какой-то патологический вор, потому что, ну, настолько открыто на глазах у всей страны это делать, потому что, ещё раз говорю, там было нас таких вот много, то есть кто-то понимал в чём-то. И мы внутри были, мы смотрели, и мы так, как бы, ну, так же вроде неудобно делать. Опять-таки, вот мы задавались таким вопросом, ну, те, кто задавался. И нет, удобно. То есть я думаю, что с этой суммы Абрамович отнёс в клювики Путину, ну, туда, куда он сказал, ну, не знаю, 5-6-7 миллиардов долларов. Понимаете, такой откатик нормальный, да? Вот, это к вопросу о том, когда самая большая взятка, да, есть такой фильм в сети, где-то 160 миллионов просмотров. Но самая большая взятка, наверное, была всё-таки вот эта, за Сибнефть. Вот, и когда вот это всё пошло так, и все это поняли. Конечно, я уверен, что это лично он получил, да, и там немножко перераспределил, там, тем, кто участвовал в организации сделки, тебе миллиончик, тебе сто, тебе миллиардик. Вот, и я думаю, что вот тогда для всех стало очевидно, что действительно Россия превратилась вот в это, потом Путин стал жить тоже совершенно не скрывая своего вот этого вот такого, знаете, типичного такого вот, такого шарикова тягу к роскоши. То есть он же, когда только пришёл, он какое-то время вёл себя скромно, но потом прямо вот это из него попёрло. То есть, когда ему начали строить вот эти один за другим, вот эти странные, страшные, огромные дворцы вот с этим всем сусальным золотом, когда, знаете, при дедушке Ельцина, мы все тогда, будучи ещё тогда демократами и либералами, все так было модно в России, все так его упрекали за то, как сделал ремонт ему Павел Павлович Бородин в основной резиденции в Кремле. Может быть, помните, была эта картинка, она много обходила экранов тогда во всему миру и в Украине, скорее всего, тоже. И там вот это вот золото такое, знаете, стекало прям с потолков, да, и вот все такие, боже мой, какая безвкусица. Но потом Путин начал всё себе так делать. И понимаете, у него везде вот это всё стекало. И вот это вот стало просто стилем жизни этого государства. Это стало то, как стало нормально и модно. Это стал, знаете, такой эталон для всех остальных, кто тянулся к Путину. То есть вот, соответственно, вот у Путина вот всё так. И все такие, а, ну так значит, мы же тоже так. Мы же вроде же в рамках координат, вот мне недавно тут сказал один, ты же не по правилам тебе поиграешь. Да, не по правилам. По правилам это, собственно, все знают, кто везде, где ворует. То есть у них всё перераспределено, да, вот. И, ну, исключая самые последние времена, когда они начали друг с другом грызться, и, ну, это уже отдельная тема, наверное, для беседы. Вот. Но у них все знают, кто где ворует. И, соответственно, все знают, что у Путина там половина, примерно, доля в газе, нефти, которым торгуют, вообще все. Да, то есть Михельсон ему отдаёт с газа, а Тимченко ему отдаётся ежедневной торговли нефтью, и это торговля в день, там, миллионов на 100 долларов, то есть 50 миллионов долларов Путину каждый день в карман падает только с этого. То есть, соответственно, как бы вот все знают про это, и дальше тоже все про всё знают. То есть, в общем-то, и все те, кто должны были бы присматривать за этими людьми, они там тоже везде где-то сидят в этой доле. То есть, как бы там, когда это всё было ещё в Москве, там всё это было, ну, ладно, там у них Москва, там у них там, как принято, там они все такие, все коммерсанты у всех бизнес, это, в общем-то, та власть, которую они обладают. Но когда это всё дотекло прямо вот до самых там последних регионов, где в регионе все знают, что ага, вот здесь, значит, вот коммунальным предприятием управляет вот этот замдиректора местного ФСБ, потому что у всех своё кормление, у всех своя доля. И вот вся страна стала вот такой. А Юля Навальна, и у меня много к ней вопросов, но она как бы выступает, говоря о том, что эта вся страна, это не власть, это не политика, это большое ОПГ, вот здесь она права. И вот на самом деле, да, вот это всё стало вот таким, и это не преувеличение. По поводу ОПГ. Вот возвращаясь к нашему примеру, с которого мы всё начали, у Тимура Иванова, бывшая жена Захарова Светлана, очень интересная, она гражданка Израиля, дети также родились в Израиле, имеют гражданство Израиля. До Тимура Иванова Светлана жила, встречалась с лидером измайловской ОПГ Антоном Малевским и кассиром измайловских Михаилом Маниовичем. Это то, что СМИ пишут. Но на этом интересность не заканчивается. Вот когда я говорю, да, пример, ну это потрясающий пример. Нынешняя жена Тимура Иванова, ну не официальная, я так понимаю, а гражданская жена, она тоже генерал, она тоже советник Шойгу, до Иванова она встречалась, ну как бы встречалась, то есть её гражданский муж был другой заместитель Шойгу, которого зовут Юрий Садовенко, и она от него родила троих детей. Все признаки роскошной жизни, самой роскошной жизни, самолётами, яхтами, брендами, часами, вилами, что самое интересное в Инстаграме у неё можно найти. И вот этот Иванов Тимур, что самое, опять же, интересное, то есть у них настолько всё близко друг у друга, да, в окружении Шойгу, а может Шойгу тоже, тоже интересная история, да, что этот Иванов стал даже крёстным отцом одного из этих детей, который, это Мария Китаева, генеральша родила от другого генерала, коллеги, Иванова Садовенко. И, внимание, через какое-то время это Китаева уходит от Садовенко к Иванову, и теперь уже семейные портреты, которые в СМИ вот слили, они, собственно говоря, те же трое детей от того его друга, родственника, ну так как он же крёстный, но теперь уже папа поменялся, то есть теперь Иванов, вот это генеральша Китаева и трое детей, и опять та же роскошнейшая жизнь. Это вообще что? А как это такая Санта-Бара? Так бывает у них там? То есть я не знаю, ну потому что там написали, что она начинала с Шойгу вообще даже, ну то есть вы понимаете сейчас, о чём я говорю, да? Да, у них там по-другому не бывает. У них очень всё как бы извращённое в плане, знаете, общения такого человеческого. Они, смотрите, они живут очень закрытой жизнью. То есть если ты какой-нибудь вот залетевший туда с вонючим каким-то ветром непонятным человек, да, вот начиная вот с этого уровня вот этих вот замминистров, да, где вот идёт большое расхищение и где как бы они уже начинают так всего побаиваться на всякий случай и точно никак не взаимодействуют с окружающим миром. То есть вот они все живут в своём этом маленьком мирке в абсолютно закрытом, закупоренном со всех сторон. То есть вот этот какой-нибудь замминистра, там неважно, как его фамилия, Иванов, Петров, Сидоров, он не может пойти, я не знаю, на дискотеку, даже если он ещё возраст, а не старого, познакомиться там с приличной девушкой, там пригласить её потом поужинать и так далее. У них там это так не работает. То есть, соответственно, вот в периметре есть досягаемости какие-то люди, они общаются с ними, а в периметре досягаемости они все переобщались, так вот я мягко скажу, друг с другом уже по многу раз все со всеми. Причём тоже про все, всё это все знают. То есть когда у меня, знаете, ещё был первый разговор как-то с одним очень богатым парнем, который начал по делам захаживать в Кремль, ну пришлось ему, так сказать, там вот туда инкорпорироваться, и там его вызывали, приглашали. Он говорит, я говорю, слушай, я начал с ними общаться, они говорят, это странные люди, они, говорит, там все пере... это самое вот, да, переобщались друг с другом. И а что, говорит, нельзя что ли с кем-то ещё общаться? Почему они вот все... То есть там была такая знаменитая тогда история, там два больших начальника подрали за секретаршу, там прям такая драка, там разнесли к чертям собачьим весь кабинет, там про это СМИ писали там. А что что? В Кремле? Да-да-да, это прям вот, прям вот прям... Да, прям в Кремле, прям вот в этом, прям вот в этих вот, в одном из этих зданий многочисленных, которые там находятся в этом периметре. Значит, и, соответственно, ну все это обсуждали, но почему... Самый большой вопрос у всех был, ну а вот почему так-то? Ну вот, ну как бы, ну не знаю, откройтесь немножко миру, общайтесь с людьми, ну не замыкайтесь в этом своем мирке. Ну нет, они живут именно так. И знаете, вот самое интересное, что они вот, когда приоткрывают дверь в этот свой мир, им не хочется пускать туда просто случайных людей. У них там есть люди, которые поставляют им этих людей. То есть как бы, да, у них еще вот многочисленные, как бы, знаете, такие примеры, когда они общаются с профессиональными людьми в плане общения. То есть это, грубо говоря, эскорт обоих полов. То есть я не очень вообще могу это понять, для чего лезть на какие-то вершины, для чего добиваться каких-то успехов. Если все, к чему ты пришел там в уже зрелом возрасте, это ты платишь кому-то деньги, и этот кто-то сидит и тебе в рот заглядывает там, я не знаю, где-нибудь на вилле в Сан-Тропе. Какой в этом смысл? Что в этом такого теплого, человеческого? Человек с тобой за деньги все это делает. За большие, за маленькие, я не знаю, но как бы дело не в том, дело не в этом, сам принцип. То есть вот ты, как бы, да, человек вроде как, и тебе нужно социальное одобрение. И ты не в состоянии его получить просто так, а тебе оно нужно просто, потому что мы так устроены. Маслоу про это многое написал, да, и он прав. Соответственно, ты это социальное одобрение покупаешь. Вот сидит с тобой человек, который выглядит привлекательно, и он как бы смотрит на себя с восхищением. И вот это то, за что они платят. И вот это то, как они живут, понимаете. А когда вот, ну, на эскортнице все-таки не женишься, да, нужна какая-то жена, нужны дети. Значит, да, а вот очередная жена съехала. Ну, вот так получилось. Значит, соответственно, ну, вот, значит, надо увезти жену вот у соседнего министра, который не такой крутой, у которого меньше дохода. И, соответственно, как бы, ну, предлагаем как бы сделку его действующей супруге, как бы, и уводим ее к себе. Ну, вот это вот, я не преувеличиваю нисколько. Это вот, понимаете, у них, я сейчас в состоянии, и мне не стыдно об этом говорить, потому что вроде как это грязное белье, но нет. Это состояние их, вот понимаете, развития интеллектуального. Это их моральный уровень. Это то, какие они. Эти люди нами всеми там управляли. А многими россиянами управляются по сей день. Соответственно, вот, ну, пусть они как-то, я не знаю, уже обратят на это внимание, пусть посмотрят ваши эфиры и сделают свои выводы о том, кто там устраивает эти войны и так далее.